даже если вы постоянный житель в соединенных штатах америки или другими словами у вас есть зеленая карточка очень важно подавать на гражданство в минуту когда вам позволяют по что в определенных случаях эту зеленую карточку государство может у вас отобрать соединенные штаты америки могут депортировать постоянного жителя с зеленой карточкой или жителя до того как он получил зеленую карточку из страны если он делает преступление которое связано с морально позорным поведением конечно же каждый год происходит очень много криминальных дел где оспаривается потом в иммиграционном суду было ли нарушение закона плохое морально или нет и поэтому очень важно иметь адвоката который занимается оба и криминальными и иммиграционными делами чтобы перед тем как признавать свою вину в криминальном суду вы знали заранее будут вас за это преступление депортировать или нет и и конечно же решать суд таким способом чтобы вас не депортировали к сожалению в деле о котором я расскажу сегодня женщину депортируют за нарушение закона в деле хернандес де мартинес versus holder клиент сказал что он виновен в статье которая называется имперсонация имперсонация в этом штате означает ложное использование чужой личности с намерением обмануть подсудимый в иммиграционном суду аргументирует что нарушение этого закона не является морально позорным поведением так что она сделала она использовала social security номер кстати говоря в америке каждому граждану дают номер который ассоциируется с этой личностью этот номер используется чтобы платить таксы чтобы получать право работать чтобы получать медицину этот номер связан именно с определенным человеком она использовала номер другого человека чтобы работать и она аргументирует что она не использовала это в плохих намерениях все что она делала она хотела работать до того когда я еще не разрешили ее статус не позволял ей работать и поэтому она говорит из-за что не было это морально плохим она хотела просто работать за это ее нельзя депортировать иммиграционный суд с подсудимой не согласился очень важны слова и четкие слова которые написаны в криминальной статье в которой она призналась что она виновна любое криминальное дело где есть намерение обмануть или намерение на мошенничество категорично связано с морально плохим поведением за которое можно депортировать человека что в этом случае и произошло не важно что она хотела получить в конце концов от этой цифры social security номера что получилось это ее депортирует если у вас есть криминальное дело задумайтесь брать на работу адвоката который занимается обоими делами иммиграционными и криминальными это может изменить вашу жизнь особенно если вас депортируют в иммиграционных случаях спасибо что смотрите на мое видео пожалуйста нажимайте что вам оно нравится нажимайте колокол что чтобы следующий раз увидеть мои следующие видео спасибо большое Продолжение следует...